Внимание к этому вопросу является подтверждением более активной национальной политики по развитию промышленности, экономики среднего и малого бизнеса. Сегодня вопрос подготовки кадров, их практического образования, прохождения практик, это вопрос, который уже становится очень насущным. И сегодня показатель трудоустройства выпускников, который у нас чуть выше 44%, это индикатор того, что промышленность, реальная экономика, реальная сфера производства требует четкого и более конкретного внимания к системе среднего профессионального образования. Есть специальности, которые пользуются повышенным спросом, а есть специальности, которые сегодня выпускаются, что называется, уже по инерции. Поэтому, проанализировав всю ситуацию, систему подготовки кадров, проведя расширенные консультации с промышленностью, с нашими отраслями, мы пошли уже по такому проверенному, испытанному пути, когда все-таки руководители отрасли, руководство предприятий, акционеры предприятий, все те, кто являются работодателями, изъявили желание и будут формировать потребность по направлению образования, по специализации и по объему подготовки нашей молодежи, для того, чтобы они приняли активное участие уже в работе и в трудоустройстве на те предприятия, которые будут являться и производственной, и практической базой при обучении в наших средних профессиональных организациях отраслевого образования. Кроме того, мы сегодня затронули вопрос, который для нас тоже является актуальным, вопрос миграционной политики. Потому что мы уверены в том, что миграционная политика в том числе регулируется не только стоимостью патента, либо более жесткими требованиями к трудовым ресурсам, но и потенциалом подготовки своих собственных кадров. И сегодня мы считаем, что этот потенциал не исчерпан, он не полностью задействован, и решение вопроса об ограничении трудовой миграции на территории Довской области будет решаться. И более активная позиция по подготовке собственных кадров и их трудоустройства, соответственно, системой мотивации, потому что мы прекрасно понимаем, что наша собственная молодежь, наши трудовые ресурсы требуют повышенного внимания и более открытой позиции по системе мотивации. Поэтому все это есть некая сложная последовательная система по развитию экономики нашего региона.